Привет, ребята! Сегодня мы с вами начнем читать истории про Простоквашино и прочитаем историю, которая называется «Наводнение в Простоквашино». Весна в Простоквашине была бурной. Снег как начал таять, так и не останавливался, пока весь не растаял. Речка Простоквашка совсем из себя вышла, стала на деревню наступать. Уже и к домику дяди Федора подобралась. Кот Матроскин говорит. Ребята, надо плавсредствами запасаться, корытами всякими, бревнами. Скоро вода до нашего дома дойдет. Дядя Федор и Шарик согласились. Полезли они на чердак, нашли там два старых корыта и один большой таз. С вечера они их достали, почистили и спать легли. Утром дядя Федор в окошко выглянул. Караул! Под самым окном льдины в стенку стучат. Того и гляди, вода в дверь зальется. Матроскин, Шарик и дядя Федор стали срочно все вещи с пола на чердак уносить. И коврики, и ботинки, и валенки всякие стали все электричество выключать. – А кот зачем-то все окна в доме открыл. – Зачем? – спрашивает дядя Федор. – А затем, – отвечает Матроскин, – это мой секрет. Все равно полон дом воды будет, а так она быстрее выльется. Потом они корыта и таз вытащили на крыльцо, сели в них и поплыли на сухое место, к дому Печкина. О греблении чем Бог послал? Кто половником, кто доской овощной, кто прикладом от фоторужья. Вдруг Матроскин развернулся на своем тазу и снова к дому поплыл. – Ты чего? – спрашивает дядя Федор. – Мурку забыли, – отвечает кот. – Не хочу, чтобы корова-мурка досталась чертовым льдинам. Он подплыл к сараю и вывел упирающуюся корову, снова прыгнул в таз и поплыл. Корова-мурка рядом шла. Она была бестолковая корова, но не до такой степени, чтобы в холодном сарае, в холодной воде потонуть. Дом почтальона Печкина стоял наверху деревни, и вода до него не добралась. Дядя Федор, кот и пес подплыли к нему, с радостью выбрались из холодных корыт и к Печкину пришли. – Ага, – сказал почтальон Печкин, – и от меня польза есть. Ладно уж, так и быть, поселяйтесь. Два дня жили у Печкина дядя Федор, пес и кот, до Печкина вода не добралась. Очень уютно жили, телевизор смотрели и почту на корытах развозили. На третий день вода стала спадать. – Все, пошли домой, – сказал дядя Федор, – и они пошли к себе в дом по влажной земле. Сзади корова-мурка шла и старую рубашку почтальона Печкина дожевывала. Она ее с веревки стащила. Матроскин быстро мурку в темный сарай запихал, потому что из дома много одежды и полотенец выплыло. Когда они вошли в дом, дом у них был весь мокрый. Занавески мокрые, печка мокрая, столы и табуретки тоже мокрые, а на полу у них несколько больших рыбин прыгало. Рыба в открытые окна заплыли, а когда вода уходить стала, уплыть не сумели. – Вот почему я окна в доме открывал, – сказал матроскин. – Надо всегда вперед смотреть. Надо, чтобы от всего польза была, даже от неприятностей. Они быстро печку растопили и стали дом высушивать. У них в этот вечер была очень вкусная уха. Они Печкина позвали и очень весело ужинали. Вот такая, ребята, история. Я благодарю вас за просмотр. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Я с вами прощаюсь и говорю вам до новых встреч. Пока-пока!